Помните, был такой Андрей Белоусов, новый путинский министр обороны, ох сколько было шуму, когда его в мае месяце назначили на этот пост, и вот как быстро летит время, прошло уже 100 дней работы Белоусова на этой должности, это вообще всегда такой знаковый срок для оценки хотя бы каких-то первых результатов работы чиновников на важных постах, есть ли эти результаты у Андрея Белоусова. Вот мы сейчас с вами об этом поговорим, это Владимир Милов, и я хотел бы просто вам для начала напомнить, сколько мы услышали всякого шума, даже от разных уважаемых и в том числе независимых и антипутинских экспертов и комментаторов, о том, какой Белоусов классный, замечательный профессионал, как он быстро наведет порядок в российском министерстве обороны, победит коррупцию, сделает российскую армию эффективной, и чего только мы тогда в мае месяце не наслушались. 100 дней, больше трех месяцев прошло, и это хороший повод подвести итоги, чего добился Белоусов на этом посту, вообще было ли его видно, было ли его слышно, что там происходило, и чего от этого стоит ожидать в плане последствий для путинской войны против Украины. 100 дней с его назначения И каких-то новостей или вот серьезных заметных действий по изменению ситуации, в общем-то, особо и нет. Я могу сказать это по своему опыту, я чиновником тоже был, у меня много там знакомых, которые до сих пор работают в российской власти, и они всегда вот трепетно к этой дате относятся, пытаются что-то подобрать, какие-то вот достижения, чтобы их продемонстрировать там начальству и окружающим, показать, что они что-то делают, зачем-то полезны и нужны. Например, когда 12 лет назад министром обороны назначили вот того самого пресловутого Сергея Шойгу, то движуха там была довольно большая. Я не скажу, что то, что делал Шойгу, это было эффективно, но было очень заметно, что он прям пытается там что-то поменять в министерстве. Он, в частности, инициировал массовые пересмотры сделок с недвижимостью, которые проводил предыдущий министр Анатолий Сердюков, его тогда обвиняли в коррупции. Ну и, кроме этого, Шойгу вернул военные вузы в ведение главкомов, он остановил там передачу из ведения Минобороны военных поликлиник и госпиталей, он остановил решение Сердюкова о том, чтобы укрупнить военные аэродромы и создать на их базе несколько там, по-моему, 8 крупных военных авиабаз. Там было очень-очень много разной движухи. То есть Шойгу так задвигался и всячески показывал, что вот он готов что-то делать на посту министра обороны. Если вспоминать дальше, то вот и его предшественник Сердюков прямо очень сильно вот проявил себя буквально в первые несколько месяцев довольно радикальными изменениями в министерстве. Я сейчас не оцениваю эффективность всего этого, но просто говорю вам, что обычно чиновники в первый период своей деятельности вот стараются хоть что-то из себя продемонстрировать. На этом фоне Белоусов выглядит просто абсолютным контрастом, потому что я не могу припомнить никаких серьезных действий, которые вот за эти три месяца он совершил бы для того, чтобы изменить ситуацию в Минобороне. Может быть вы мне подскажете, пишите в комментариях, может быть я ошибаюсь и что-то было. Единственное, что я могу припомнить, это скандальный указ о запрете военнослужащим использовать смартфоны, которые на самом деле для них на фронте просто как глоток воздуха, потому что система коммуникации и навигации нормально не работает и смартфоны им просто нужны, чтобы ориентироваться на местности. Это настолько очевидно, что власти были вынуждены уже в Госдуме после принятия этого закона в первом чтении вносить в него поправки, потому что поняли, что накосячили. То есть уже вот первый опыт каких-то кардинальных преобразований под руководством Белоусова, он получился довольно скандален. Чего-то более серьезного припомнить я не могу. Вот много говорили о том, что Белоусов якобы будет бороться с коррупцией. Серьезно? Не смешите меня. Ну, мы видим сейчас, что власти максимально интенсивно арестовывают бывших заместителей и сотрудников Минобороны во времена Сергея Шойгу, там подрядчиков всяких и такое прочее. Но, во-первых, здесь я хочу сказать, что занимаются этим совсем другие ведомства, там ФСБ, Следственный комитет, прокуратура и так далее. Кроме этого, как мы знаем по массе предыдущих примеров, вот такая компанейщина с арестами, она не приводит к какому-то серьезному снижению коррупции. Ну, коррупция просто эндемична для российской власти, она органически вросла в систему, там воруют все, без этого просто нельзя. И поэтому, если посадить одних и на их место поставить других, то нет никаких причин, там же не появляется какая-то публичная ответственность, общественный контроль, прозрачность тендеров и так далее. Поэтому ворую не хочу. И вот нет никаких причин считать, что просто посадка одних чиновников и замена их на других приведет к каким-то качественным результатам. Так при Путине никогда не было, хотя сажали многих. И вот, собственно, по поводу того, будет ли во времена Белоусова Минобороны происходить серьезная борьба с коррупцией, очень хорошо говорят назначение новых его заместителей. Это произвело в свое время некую мини-сенсацию и вызвало большой вой так называемых Z-блогеров и военкоров российских, которые хотели бы, чтобы Россия каких-то начала добиваться успехов на поле боя, но вот никак у них это не получается. И они действительно ждали какой-то мощной антикоррупционной кампании при Белоусове. Но все это рассыпалось в прах, когда стало понятно, кто вот эти назначенцы на посты его новых заместителей. Об этом без смеха говорить невозможно. Мы вот с Майклом Наке в свое время выпустили там отдельную экономическую сводку, где подробно разбирали, кто такие вот эти вот новые заместители Белоусова. Но об этом стоит несколько слов сказать. Первое, конечно, это гражданка Цивилева, племянница Путина, которая вместе со своим мужем разворовала весь Кузбасс. Огромный угольный регион. И, собственно, вообще это вот большой вопрос, что эта дамочка делает в Министерстве обороны. Ну, коррупция, это слово просто написано у нее на лбу. Следующий товарищ, это бывший первый заместитель министра финансов Леонид Горнин или Горнин. Он работал там все 12 лет, пока вот Сергей Шойгу, предшественник Белоусова, возглавлял Минобороны. И Леонид Горнин, он курировал как раз в Министерстве финансов вот тот самый оборонзаказ и военные закупки. Вот, внимание, на всех документах, которые подписывали те вот замы и сотрудники Шойгу, которых сейчас за коррупцию вроде как арестовывают, на всех этих документах о выделении средств стоит подпись Леонида Горнина. Потому что он прикрывал всю эту шойговскую коррупцию, сидя на посту заместителя, а потом первого заместителя министра финансов. Ну вот вопрос, это что, тот человек, который каким-то образом кардинально изменит положение дел? Ну, конечно, нет. Следующий товарищ там, это Павел Фродков, сын бывшего премьер-министра и главы службы внешней разведки Михаила Фродкова, который, в общем-то, особо ничем не известен, но последние вот десятилетия его трудовой биографии, они прошли в таких структурах, как Росимущество и управление делами президента. У меня, знаете, такой риторический к вам, философский вопрос. Ну вот скажите, где, если вы хотите найти человека, который с коррупцией был никогда не связан, и у него чистые руки, и он поставлен на то, чтобы коррупцию победить, где таких искать? Ну, наверное, конечно же, в Российском агентстве по управлению федеральным имуществом, где никакой коррупции даже в принципе не может быть, правда же? Или в управлении делами президента. Там, наверное, работают люди с самыми чистыми руками в стране. Еще один назначенец, это какой-то непонятный мутный политтехнолог из 90-х по имени Олег Савельев. Вот про него известно, что он на тех самых пресловутых выборах 1996 года работал в штабе Бориса Ельцина. Я, знаете, я тут уже просто даже промолчу, учитывая все дискуссии последнего времени. А вот последние 10 лет он в аппарате правительства курировал Крым. И, конечно, там нет и не может быть никакой коррупции, ничего не разворовали и все такое прочее. После этого он работал в счетной палате. Это орган, который в 90-е годы создавался как орган парламентского контроля над исполнительной властью, крупными госпредприятиями. Но очень интересный момент, что за все эти годы счетная палата ни разу и никак не проявила себя вот ни в одной коррупционной истории, как орган, который действительно скрыл какие-то серьезные коррупционные нарушения. Например, известная история, как Алексей Навальный примерно там 15 лет назад опубликовал материалы проверки компании Транснефт счетной палатой, где были вскрыты многомиллиардные хищения. Так вот, этот отчет на самом деле был засекречен. Навальному-то удалось его достать практически чудом. И счетная палата потом отрицала, что все это есть, хотя вот документы были налицо. Я говорил, нет-нет, в Транснефте все хорошо, там никто не ворует. Поэтому счетная палата это скорее такой орган покрывательства коррупции, чем борьбы с ней. Ну вот, примерно такой замечательный букет новых заместителей Белоусова. Опять же, сказать, что они, как их новоиспеченный министр, чем-то себя проявили на этом посту, ну не знаю. Может вы знаете, сообщайте в комментарии. При этом проблемы, собственно, в российской армии носят какой-то невероятный масштаб по абсолютно всем направлениям. И никак за это время не решались. Вот мы недавно для вас об этом снимали большое видео про кризис в российской армии. И там видно, что, в общем, эти кричащие проблемы, они существуют везде. Что военная промышленность работает почти с нулевой рентабельностью. Об этом вот буквально в мае месяце в интервью РБК говорил глава Ростеха, это крупнейший российский производитель вооружений, Сергей Чемизов. И он жаловался, что если не решить эту проблему, по сути не выделить кардинально больше денег на военку, то долго военная промышленность так не протянет и вооружение и военную технику в нужном объеме производить не может. В последнее время мы стали свидетелями очень таких громогласных выступлений разных российских функционеров, которые говорили о том, что система снабжения российской армии развалена, солдаты побираются, вынуждены покупать себе все за свой счет, и официально организованное снабжение попросту не работает. Ну и кардинально не хватает им денег на выплату денежного удовольствия военнослужащим. Тут, во-первых, есть та проблема, что люди не идут подписывать контракт с Министерством обороны, и мы видим вот постоянно это кардинальное увеличение ценников за подписание контракта. Цифра уже превысила 2 миллиона рублей, хотя 2 года назад составляла всего 200 тысяч, то есть рост более чем в 10 раз за 2 года. Очевидно, это отражает то, что вот у них большие проблемы с набором кадров на войну за деньги. Ну и само денежное удовольствие, оно быстро худеет, потому что инфляция бьет все рекорды. Вот очень интересно, я так смотрел, как Белоусов будет все эти проблемы решать, они были очевидны еще вот в момент его назначения, но я думаю, вы согласитесь с тем, что за минувшие 3 месяца не сдвинулось ничего. То есть вообще ничего по решению вот каких-то этих кардинальных, перезревших проблем армии. С другой стороны, это в общем и хорошо. Чем хуже Путин будет воевать в Украине и быстрее потерпит поражение, тем лучше будет для всех нас и для всего свободного мира. Ну вот просто интересно, потому что я вспоминаю, как нам вот пели эти песни в мае месяце о том, какой Белоусов суперпрофессионал, суперэффективный менеджер. И что мы видим? Мы видим, что за 100 дней своей работы он не смог решить никаких серьезных проблем армии. Ну и конечно, вот эти первые месяцы руководства Белоусова, они были связаны с очень серьезными проблемами, которые предсказуемо возникли у российской армии на фронте. Для начала полностью провалилось наступление в Харьковской области, которое начиналось весной в мае месяце. И если вы вспомните заголовки тогдашнего времени, то прямо вот говорили о том, что Россия чуть-чуть не завтра возьмет Харьков. Но, тем не менее, были понесены огромные потери. В общем, никакого существенного территориального продвижения не было. Наступление это захлебнулось. С другой стороны, вот в последние пару недель возникла эта ситуация с очень быстрым продвижением армии Украины в Курской области, где захвачено более тысячи квадратных километров российской территории, и Россия ничего не знает, что с этим делать. Да, Россия, с другой стороны, как-то продвигается в Донецкой области, но, тем не менее, все равно ценой огромных жертв, мясных штурмов, и видно, что она не может снимать оттуда боеспособные части для того, чтобы перебросить их в Курскую область, Белгородскую, и остановить наступление армии Украины, просто потому, что не хватает кадров. Это вот ровно та проблема, о которой говорил Белоусов в Совете Федерации в мае месяце, когда его утверждали министром, но решить он эту проблему никак не смог. И видно, что сейчас вот сложности с комплектованием кадров для того, чтобы российская армия хоть как-то отбивалась в Курской области, ну, они огромные. Белоусов никак не смог решить эту проблему. Таким образом, вот даже военный фон этих трех месяцев, он ужасающий. В Харьковской области наступление провалилось. В Курской Белоусов демонстрирует полную беспомощность. Вообще, очень характерная история, что вот все эти дни, когда украинская армия быстро наступала и захватывала десятки населенных пунктов и многие муниципальные районы в Курской области, Белоусов из поля зрения как бы вообще пропал. Он где-то появлялся там статистом на совещаниях с Путиным, но в воздухе повис такой большой вопрос, в России вообще есть министр обороны или его нету. И вот таки в начале минувшей недели он нарисовался и выступил с некой речью на форуме «Армия-2024», где вот, что вы думаете, о чем он говорил? Что сейчас мы возьмем ситуацию в Курской области под контроль, быстро вернем себе территории, у нас есть план, мы знаем, что делать. Нет. Он нес какие-то прожектерские глупости про то, что нам в армии нужно развивать роботизированные комплексы, современные вооружения и искусственный интеллект. И тогда мы победим на поле боя. Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое – это обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего высокоточным оружием. Второе – это применение новых тактических приемов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов. Третье – это создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект. И четвертое – это постоянное совершенствование подготовки военных кадров, главным образом командного состава. Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником. Там очень интересно физиономически просто взглянуть на посетителей вот этого форума. Там, кстати, сидел там и генералитет, и руководитель российского ВПК. Ну, видно, что они так смотрят на это все. И, конечно же, все ждут от министра обороны ответа на вопрос, а что вы будете делать с вот этим молниеносным и успешным наступлением украинской армии в Курской области? А ничего, нет у них ответа. Какая-то болтовня про роботизированные комплексы и искусственный интеллект. Ну и про современные вооружения, откровенно говоря, это все даже уже просто, ну, уши вянут слушать, потому что мы знаем, что все эти вооружения, которые последние десятки лет российский ВПК разрабатывал, но все это не ездит и не летает. Танк «Арматы» не хотят принимать на вооружение. То же самое с истребителем как бы пятого, а на самом деле не очень пятого поколения Су-57 и так далее. Никаких современных вооружений в российскую армию никто поставлять и не планирует. Основным оружием сейчас стал танк Т-62М, который Советский Союз перестал производить в 1975 году. Товарищ Белоусов, ну вы что, серьезно, какой искусственный интеллект? Просто посмотрите на то, что реально происходит в вашем военном ведомстве. Ну и, конечно, это вот был такой главный кричащий вопрос все минувшие пару недель, когда украинская армия быстро захватывала огромные территории в Курской области, больше, чем вот Россия продвинулась, скажем, на том же Донбассе за последний год. Так вот это был вопрос, во-первых, где министр обороны, а во-вторых, что он может предложить для решения всей этой ситуации. Ну и вот он наконец-то проявился, выступил, провел совещание спустя 10 дней, правда, потому что операция вооруженных сил Украины в Курской области началась в ночь с 5 на 6 августа. Спустя 10 дней, 15 августа, Белоусов собрал своих генералов, вот что он им сказал. Он объявил, что он создает координационный совет по решению проблем, которые возникли в приграничных территориях России, в привоенных регионах, в том числе и в Курской области. Координационный совет для решения всех этих проблем со своими заместителями. Уважаемые коллеги, добрый день. Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан координационный совет по вопросам военной безопасности по граничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. В его состав вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители генерального штаба, руководители субъектов Российской Федерации. Цель – повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территорий и населения регионов. Ну, понимаете, вот это даже не смешно. Вот вы можете посмотреть на лица вот этих всех людей, которые с ним в одной комнате совещания сидят, и у них такие выражения достаточно очевидные. Ну, какой тебе координационный совет со своими заместителями? Они у тебя в нескольких метрах по коридору сидят, ты можешь их в любой момент собрать. Ясно, что никакого плана по тому, как реагировать на всю эту ситуацию у Белоусова нет. Кстати, очень интересный сюжет о том, что там много денег, которые выделялись на строительство фортификационных сооружений в Курской области, были разворованы. Вот вы можете посмотреть об этом свежее видео на канале Татьяны Фельгенгауэр, где она обсуждает это с Ильей Шумановым из Transparency International, и вот они рассказывают конкретные факты о том, как все деньги в российском Минобороне на строительство фортификации в Курской области своровали. Но, короче говоря, у Белоусова никакого реального ответа на вот эти вызовы нет. Он ничего не смог сделать для того, чтобы решить базовые проблемы армии, для того, чтобы предотвратить успешное наступление вооруженных сил Украины в Курской области, защитить другие приграничные регионы. Вообще такое ощущение, что Белоусов как министр просто отсутствует. При этом проблемы накапливаются, денег становится все меньше для того, чтобы эту армию и войну финансировать. Вот мы видим цифры о том, что дефицит бюджета, например, в июле вырос в полтора раза. Недавно Путин подписал закон о том, чтобы пересмотреть в сторону увеличения общий дефицит федерального бюджета на этот год. И средства, которые остались в Российском фонде национального благосостояния, стремительно тают. Вот где Белоусов будет брать деньги на решение всех этих кричащих проблем армии, за эти 100 дней так и не стало понятнее. Коррупция не исчезла, и в Минобороны при Белоусове появились только новые коррупционеры. Беспомощность российской армии становится все очевиднее. Наступление на Харьковщине провалилось. Зато Россия пропустила вот этот мощнейший неожиданный удар от ВСУ и потеряла огромные территории в Курской области, где возводятся уже фортификационные сооружения. То есть выбить украинцев оттуда будет реально непросто. Они начинают там окапываться. При этом никакого плана, как ответить на все эти вызовы, у Белоусова, очевидно, нет. Он всего лишь что смог сделать, это создать координационный совет вместе со своими заместителями. Ну, это даже не смешно. Вы знаете, я хочу сказать, что это и неплохо. И здесь многие, вот, например, я и Майкл Наки, мы активно обсуждали назначение Белоусова, когда оно случилось в мае месяце. Как раз прогноз был в том, что ничего у него не выйдет. Белоусов это никакой не носитель волшебной палочки, а очередной бессмыслный путинский функционер, путинская пустышка. Так оно и получается. Но я хотел вам напомнить про вот эти все массированные голоса самых разных, так называемых, экспертов, которые вам рассказывали, какой Белоусов классный профессионал, как он быстро победит коррупцию, как он произведет какой-то файн-тюнинг в российской армии, и она прям так завоюет, так завоюет, что все содрогнутся. Вот, видите, вот слушайте людей, которые чуть лучше понимают всю эту ситуацию. Видно уже, что путинское назначение Андрея Белоусова министром обороны произошло скорее от отчаяния. От того, что он не понимает, что делать с войной, которую не может выиграть. Он начал искать уже совсем случайных людей, максимально далеких от военного ведомства, потому что проблемы в российском Минобороне зашкаливающие и, как мы видим, нерешаемые. Ну и, конечно, пустышка Белоусов, который никогда ничем не руководил, кроме небольшого макроэкономического центра, ничего не может с этим сделать. Выглядит максимально беспомощно. Вот все прогнозы, которые говорили о том, что у Белоусова ничего не выйдет, и он будет скорее клоунской фигурой, они абсолютно оправдались. Это и хорошо. Это хорошо, что так происходит. Это значит, что поражение Путина в войне с Украиной обретает реальные черты. Раз он не может решить базовые системные проблемы своей армии. Это здорово. Это хорошие новости для Украины, для свободных россиян, для всего свободного мира. Ну вот здесь вот очень важно, чтобы вы не терялись в бушующем море всех этих самых разнообразных комментариев и мнений, потому что в целом я-то вот могу вынести для себя такой вывод, что когда Белоусова назначили, опять пошла эта идиотская волна. Ну Путин-то знает, что делает. Ну Белоусов классный профессионал. Ну Путин же не может быть таким идиотом, не может так ошибиться. Ну теперь, я думаю, по прошествии трех месяцев довольно четко видно, что во-первых может, во-вторых все собственно получилось ровно так, например, как мы с Майклом Наки прогнозировали. Все негативные прогнозы по Белоусову сбываются. А вот вопрос о том, стоит ли слушать дальше тех комментаторов, которые рассказывали, какой классный Белоусов профессионал и как он быстро там победит коррупцию и наведет порядок Минобороны, решайте сами. Результаты, по-моему, довольно очевидные. Никаких заметных новых действий, которые привели бы вот к каким-то положительным результатам для Путина, Белоусов Минобороны не совершил. Все действия на фронте скорее можно характеризовать как такой глобальный грандиозный провал. На фоне украинского наступления в Курской области от Министра обороны мы видим и наблюдаем максимальную беспомощность. Так что делайте выводы. Вот мы здесь для вас некоторое время назад, вот собственно, когда это назначение состояло, сделали видео про Белоусова. Справится ли он с обязанностями нового министра, чего от него ждать. Ну вот можете его пересмотреть и сделать свои выводы и в том числе сделать выбор на будущее. Кого слушать о том, что может происходить в ближайшее время в России, в российской армии, в российской власти, в российской экономике и обществе, в мире и так далее. Я, откровенно говоря, рад, что вот эта ситуация дает нам возможность так относительно легко померить, какие прогнозы по Белоусову сбылись, какие нет. По-моему, здесь картина очевидная. Ну и еще раз повторю, что это хорошая новость. Вот такой министр импотент, который не может ничего, означает, что Путин потерпит поражение в войне с Украиной. Возможно, будет не так быстро, как нам бы всем хотелось, но дело к этому неминуемо идет. И назначение Белоусова все-таки, как мы видим сейчас по прошествии 100 дней, оно не было признаком силы, что Путин точно знает, что он хочет сделать и назначил профессионала для того, чтобы исправить проблему. Это говорит о том, что Путин мечется, у него отчаяние, он уже не знает, что такого изобрести, чтобы пофиксить свою неработающую армию. Ничего не выйдет, его ждет поражение. Российское командование не рассчитывало на наступление украинских военных Курской области. Оно оказалось совершенно не готово к вторжению в этот регион. Об этом рассказали источники верстки вооруженных силах РФ, российском правительстве, а также на региональном и не муниципальном уровнях власти Курской области. Именно поэтому на границе не было подготовленных подразделений личного состава, что и привело к массовой сдаче в плен солдат-срочников и пограничников. Местные власти также не рассчитывали на вторжение, поэтому не реализовали все необходимые мероприятия по подготовке оборонительных сооружений. Правительстве опасаются, когда ситуация разрешится, курским чиновникам и ответственным в Минобороны могут грозить уголовные дела. Прорыв ВСУ в Курской области стал крупнейшим вторжением иностранных войск в Россию со времен Второй мировой. Я бы даже сказал единственным. Украинским властям 15 августа даже удалось создать на занятых территориях российского региона военную комендатуру, то есть фактически они установили там свою власть. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, к 15 августа глубина проникновения украинских вооруженных сил на российскую территорию достигала 35 километров. Позже он заявлял о продвижении еще на от 1 до 3 километров. По данным украинской страны захвачены 93 населенных пункта. Российская страна данных о захваченных территориях не предоставляет. Однако 12 августа в Рио губернатора области Алексей Смирнов на совещании у президента случайно проговорился о 28 занятых ВСУ селах. Владимир Путин после этого прервал его и выразил недовольство, заявив, что об этом должны докладывать военные. Смирнов также упоминал о том, что у властей нет данных о судьбе порядка 2000 жителей этих территорий. Чиновник, в личности к руководству Курской области, рассказал Верске, что дежурные мероприятия по обороне в регионе проводились почти с начала войны, но по факту никто не готовился к вторжению. То есть, что будут какие-то отдельные ДРГ, на границах, да, но то, что произошло, оказалось неожиданностью. По линии военных ничего не сообщали, первые сутки царил полу... сказал он. По разным оценкам, в Курскую область вошли от 6 до 12 тысяч военнослужащих ВСУ. Первые сутки после вторжения прокремлевским блогерам и СМИ была дана команда подсветить нелепость атаки, писала Верска. Но на деле ВСУ удалось добиться того, чтобы Россия отвела часть войск из Украины и бросила их на российские территории. Судя по всему, речь идет о Харьковском направлении. Экспорт военных действий на территорию России катастрофичен, заявил собеседник Верски в правительстве. Он считает, что отказываться от позиций на украинских территориях ни за что не будет, но при этом людей объективно не хватает. Отчасти о проблемах российского командования, приведших к прорыву ВСУ, говорил министр обороны России Андрей Белоусов. По его приказу был создан Координационный совет по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской области. Комментируя будущую деятельность Совета, Белоусов потребовал, чтобы в рамках Совета вопросы решались без проволочек, а информация с мест докладывалась оперативно и правдиво, пишет Верска, и ссылку на их материал я оставлю в описании. Глава Минобороны не зря обратил внимание на сроки передачи информации, рассказал Верски, чиновник правительства. В Кремле истории с Курском очень недовольны. Вовремя о том, что грозит вход противника, не докладывалось, поэтому сейчас все на ушах и перекладывают ответственность друг на друга. Военные на разведку, Курские на военных, рассказал он. По словам источника, сейчас все боятся, что головы полетят и уголовки будут, но это будет, конечно, позже. Вторжение, отметил он, застало врасплох как Минобороны, так и Курских. Под этой формулировкой он имеет в виду не только действующую администрацию Смирнова, которая возглавила регион только в мае, но и команду экс-губернатора Романа Старовойта. После инаугурации президента он получил повышение и перешел на должность министра транспорта. Как писал Блумберг, со ссылкой на три анонимных источника близких к Кремлю в Минобороны РФ, вхождение ВСУ в регион практически без сопротивления выявило недостаток оборонительных резервов армии России. Вооруженные силы, по словам собеседников издания, не получают достаточного пополнения за счет контрактников. К примеру, рост числа в Москве по данным верстки начался только в начале августа за счет увеличения выплат добровольца, СВО. Собеседники Блумберг даже высказали предположение о необходимости новой волны мобилизации. Один из источников отметил, что приказ о мобилизации может быть отдан уже в конце 2024 года. Собеседник Верстки в российском правительстве утверждает, что пока о таком решении ему неизвестно, а военные ведомства надеются обойтись своими силами, хотя в Генштабе Минобороны давно поднимали этот вопрос о новой мобилизации. Почти сразу после прорыва границы ВСУ вышли на западную окраину Курского города Суджа, рассказал Верстки военный, участвующий в обороне Курской области. По данным Wall Street Journal, чтобы пройти линию обороны региона, украинским военным понадобилось всего три выстрела. Сработал элемент неожиданности. Мы вошли очень легко, практически без сопротивления. Ночь на 6 августа границу пересекли первой группой и было несколько направлений, рассказал BBC, один из украинских военных, участвующих в операции в России. Отдельным вопросом стал райцентр Суджа. 14 августа Суджа полностью пропала из сводок Минобороны России, что говорит о том, что войска от нее по всей вероятности отступили уже тогда. Российская страна продолжала отрицать захват Суджа и после 14 августа. Например, заместитель начальника главного военно-политического управления ВСРФ командир спецназа Ахмат Аптиалудинов 15 августа уверял, что в Судже до сих пор остаются еще наши формирования, то есть враг не контролирует Суджу на все 100%. 16 августа ВСУ допустили в город иностранных журналистов. Они зафиксировали как тот факт, что город под контролем ВСУ, так и то, что в городе остаются местные жители. Они делают укрытие в подвалах, пишут на заборах предупреждение о том, что здесь живые люди. Население Суджа порядка 5000 человек. Это наиболее крупный город, захваченный ВСУ. Город важен еще и тем, что рядом с ним находится газоизмерительная станция Суджа. По участку трубопровода, проходящему через него, российский газ транзитом через Украину до сих пор поставляется в Европу. Оборонительные линии были прорваны легко, потому что действующей боеспособной армии там не было. Отсюда и большое количество взятых пленсрочников и пограничников, рассказал Верский, волонтер, по собственной инициативе, разводящий гуманитарную помощь в горячей точке. Ему удалось пообщаться с людьми, покинувшими свои дома. Украинцы сразу продвинулись по нескольким направлениям, потому и первые бои были скорее локализованы. Даже официально признавали, что линий фронта нет. Под ударом многие старики, их же, как, кстати, и в ДНР, ЛНР не уговоришь, дома покинуть, у некоторых на попечении внуки, рассказал он. Ставка Минобороны в тот момент была сделана на наступление, в том числе в Сумской области, рассказал Верский военный, участвующий в обороне Курской области. Предполагалось, что если ВСУ атакуют российские регионы, то атаки будут продолжаться по сценарию Белгородской области, то есть бельнобойным оружием, дронами и ракетами, а не личным составом, продолжает он. На территории, на которой давно идут бои, например, на Харьковском направлении, вокруг Авдеевки, Часово-Яра, строятся инженерно-фортификационные сооружения. Грубо говоря, в первые дни прорыва в приграничных регионах Курской области. Вокруг строятся укрытия, бетонированные окопы. Продвигаться пешим ходом через такие сооружения быстро невозможно. Так вот, в Курской области вдоль границ Украины ничего подобного не было вообще. Просто землянки, из которых сбежал Ахмат, оставив срочников. По словам собеседника Верстки, местность на границе региона была недостаточно заминирована, что позволило ВСУ беспрепятственно войти в Курскую область. Собеседник Верстки в правительстве Курской области указал, что заминировать всю границу уже невозможно. Во-первых, там населенные пункты очень близко к границе. Слободка-Ивановка 2 километра от границы. Теткина, Гордеевка, Успеновка, Викторовка, перечисляет он. Это и люди, которые там ходят, и коровы пасутся. Минировать дороги, по его словам, тоже было невозможно. ВСУ зашли в Курскую область через многосторонний автомобильный пункт пропуска Суджа. Да, дорогой пользуются. Дорогу минируют только в одном случае, если точно уверены, что по ней пойдут, резюмирует он. Уверенности у генштаба Минобороны по поводу атаки ВСУ по Курской области, по-видимому, не было, добавляет он. Собеседник в правительстве Курской области, который работал уже в то время, знает, что Старовойт просил Минобороны о выделении дополнительных резервов личного состава в 2022 году. Мы все тогда буквально кричали об этом, СМИ открыто писали, утверждает он. Первые такие сообщения были с начала войны, например, «Люди слышат взрывы, на это работает наша армия на сопротивленной территории. С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Курской области, по поручению Министра обороны были приняты дополнительные меры, в регион направленное большое количество личного состава. К нам уже прибыло и прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок. Все направлено для того, чтобы обеспечить безопасность и здоровье жителей региона». По словам собеседника Верстки, со временем это сошло на нет. Причина в том, что людей не хватало всех, кого могли, отправляли на штурмы за ленточку. Приграничных регионов несколько. Собеседник считает, что проблема уперлась в разведку, которая не доложила о готовящемся вторжении или не донесла до высшего руководства, тут не зная. По его словам, об этом военный комиссар Владимир Родионов и другие чиновники Минобороны перед региональными властями не отчитывались. Военный эксперт, пожелавший остаться анонимным, пояснил Верстке, что при сооружении инженерно-фортикционных сооружений проводится рекрастинировка разведка местности, которая учитывает и особенности ландшафта, и потенциальную опасность нападения. Не может быть, чтобы вся граница у вас была как поле. Всю границу обычно и не надо закрывать, отметил он. Словно говоря, противник не пойдет по горам или через бурелом, это даже на танках сделают проблематично. При строительстве укреплений берется в расчет местность, где это потенциально возможно. Ровные поля, подъезды, мосты и дороги. Там, по словам эксперта, ставятся противотанковые сооружения, ежи, кубыты, трайдеры, зубы дракона и так далее. Вопрос сейчас в том, почему этих сооружений было недостаточно и главное, где деньги, которые на фортификационные сооружения выделялись, задается вопрос ему. Информацию о недостатке качественных оборонительных сооружений подтвердил источник, знакомый с деятельностью курских администраций, подвергшийся атаке. В регионе Минобороны ставили пикетти, но недостаточно, возмутился он в разговоре с Версткой. Строительством укреплений в Курской области занималась региональная власть именно обороны и ФСБ, говорит эксперт. Старовой в своем телеграм-канале, сейчас он передал его Смирнову, отчитывался об окончании работы по конфликтованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области еще осенью 22-го года. Он писал также, что к 5 ноября будет готова третья линия, но ее, судя по всему, не построили. Асинт-аналитик Брэдди Африк составил карту российских фортификационных сооружений по спутниковым снимкам. Он отметил в Кореневском и Суджанском районах Курской области лишь две линии обороны вдоль самой границы и в 50 километрах от нее. После этого прежний губернатор упоминал линии обороны еще несколько раз. Он писал об их проверке и строительстве, о проведении работ с фортификационными сооружениями говорилось также в апреле 23-го года. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ в середине августа писал, что старовой сильно возволнован, напряжен и буквально не находит себе места из-за ситуации в Курской области. Дело в том, что в 22-м году, когда он еще возглавлял ее, на строительство оборонительных сооружений в регионе было истрачено порядка 16 миллиардов рублей. Решение о строительстве принималось на совещании оперштаба под руководством губернатора Старовойта. Заказчик АКУ управления капстроительства Курской области и генподрядчик АКО корпорации развития Курской области были вполне понятны и полностью находились под контролем Старовойта и его приближенных. В итоге работы, которые должны были завершиться к середине 23-го года, конечно, не доделали до сего дня. Зато бюджет попилили исправно, пишет канал. В конце года в дело вмешалась местная прокуратура с иском о взыскании из подрядчиков работ более чем на 2 миллиарда рублей. Но дело замяли. До суда оно не дошло, пишет ВЧК УГПУ. О возможной коррупции при строительстве линии обороны писала и Верстка. В Курской области на граничных с Украиной территориях, вероятно, не были построены необходимые укрепления, на которые власти выделили более 3 миллиардов рублей. В 2023 году Управление капитального строительства Курской области заключило два контракта на строительство фортификационных сооружений на 3 и 2 миллиарда рублей со сроком исполнения работ до 5 июля прошлого года. При этом со строителями компания-подрядчика отказалась заключать договоры, принуждая их оформлять самозанятость, чтобы платить меньше налогов. Однако в какой-то момент рабочим перестали платить вовсе. Это и стало основанием для уголовного дела. Суд стал на сторону строителей. При этом из решения суда следует, что рабочие строили укрепления в 100 километрах западнее место, где с августа прорвались силы ВСУ. Вообще, тут надо понимать, что история про коррупцию здесь не для того, чтобы сказать, ох, как жаль, что деньги разворовали, вот бы там были укрепления получше. Нет, я очень рад, что эти деньги разворовали. Я очень рад. Каждый раз, когда воруют деньги на ракеты, на укрепления, на танки, на обмандирование солдат и так далее. Но, те, кто считают, что благодаря коррупции российская армия воюет менее эффективно, неправы. Потому что, если бы коррупции в российском обществе и в российском государстве не существовало, никакой бы войны не было в принципе. Владимиру Путину прислуживают все от армии до судов из-за тотальной коррупции в российском обществе. Ни один генерал не стал бы исполнять преступный приказ, если бы не коррупция внутри власти. Коррупция не только денежная, но и касающаяся разделения властей, того, как она устроена, кто кому подчиняется и так далее. Коррупция это не только про деньги, коррупция это corrupt. Корруппированное государство это разъеденное государство. И только разъеденное государство может напасть на соседнюю страну с целью ее кеноцида. Именно поэтому я в данном случае хочу, чтобы многие жители России, в том числе те, которые поддерживают Путина, поддерживают зетников, посмотрели на эту историю. Вам обещали безопасность в обмен на ваши права, на достойную жизнь, на то, чтобы туалет у вас был внутри дома, а не будка на улице. Но вместо безопасности вы получили вот это. Все деньги украл старовойт, ну, попилив между всеми остальными. И если вы думаете, что это последний раз, когда попиленные деньги будут стоить вам дома и всего остального, помноженного на преступную войну, то вы сильно ошибаетесь. Это власть против вас. Это власть делает вашу жизнь хуже, а ситуация вокруг вас опаснее. До полномасштабного вторжения, да и вообще до войны в Украине, в принципе, до 2014 года и аннексии Крымского полуострова, никакой угрозы для Курской области, Брянской области, Белгородской области, для Москвы, куда летают дроны, для Ростовской области, куда летают дроны по нефтебазам, до чего угодно. Сами скажите, до чего не было никакой угрозы. Ни физической, ни финансовой. Все это создал Владимир Путин при вашем молчаливом одобрении или активном участии. Давайте даже так. При нашем молчаливом одобрении и активном участии, да, я не одобрял и не молчал, и делал это активно, и делал все, что было в моих силах, но этого явно оказалось недостаточно, поэтому, безусловно, ответственность лежит и на мне. Но вы продолжаете это все поддерживать или терпеть, а значит, ваша жизнь будет под угрозой, как и жизнь ваших родных и близких. Кого срочником отправят на пушечное мясо? По кому прилетит российский ФАП, который сорвется с самолета? Кого будут мародерить бойцы Ахмата, которые сейчас разворовывают Курскую область? Это все и есть путинский режим. Это есть та Россия, которая сегодня существует. И до тех пор, пока вы эту Россию поддерживаете, до тех пор, пока вам кажется, что эта Россия существует в ваших интересах, угроза вашей жизни растет пропорционально. Но вернемся к прорыву в Курскую область. По мнению военного эксперта, в Курской области укрепления в итоге оказались хуже, чем в Белгородской. Там, как писала Вёрстка, в декабре 1922 года линию зубов дракона, которую прозвали линией Вагнера, на самом деле строили не структуру Евгения Пригожина, а региональные власти, но главное, из-за обстрелов и диверсионных групп там были готовы реагировать. Ряд на Курскую область была выбрана именно потому, что линия обороны там была наиболее слабая, допускает эксперт. При этом причиной прорыва ВСУ в регионе стала не только нехватка укреплений. Невозможно поставить такое сооружение, которое исключит возможность доступа. Есть же саперы, инженерная техника. То есть, еще раз, без бойцов, готовых встретить противника, все это бесполезно. Оно видно и по видеокадрам прорыва. Зубы дракона есть, взрывы от мин есть, техника все это преодолевает и спокойно заходит, утверждает военный эксперт. Он допускает также, что военные, которые охраняли пункты пропуска в области, не были достаточным образом информированы о возможности прохода через границу. На КПП и мапах не инструктировали о возможных военных действиях. Люди живут в другой повестке, думают, что у нас наступление на украинские территории. Все эти военные и прочие ребята, которые к этому близки, не находятся в верной повестке, допускает он. Сейчас военные в Курской области фактически отодвинули гражданскую администрацию от оборонных вопросов, говорит собеседник Верски в правительстве региона и отмечает, что федеральные власти спрашивают при этом с нас наравне. На губернаторе и Федеральном коррекционном совете лежит задача по эвакуации организации пунктов временного размещения и так далее, пояснил он. Военные не дают полной информации о боях и планах, что затрудняет вывоз людей с территории, жалуется источник. Учитывая, что Российская Федерация не планирует перебрасывать серьезные силы с Донецкой области туда, в Курскую область, а те, кто переброшены сейчас, представляют из себя сборную солянку, между которой довольно сложно наладить коммуникацию, то мы видим то, что видим. Уничтожение понтонов, уничтожение российских колонн и прибывающих резервов. И будем надеяться, это не поменяется, и будем надеяться, что на своих местах останутся и генерал Лапин, командующий группировкой войск Север, которую перекидывают для того, чтобы оборонять Курскую область, и Герасимов, потому что эти два человека сделали для Украины столько, сколько не сделал никто. Продолжение следует...